Добрый вечер Добрый вечер Дружил с ней, разговаривал по телефону, как Галя Цветковини, которая постоянно о ней думала, помнила Всегда приносила ей что-то вкусное, сладкое, полезное Наши девчонки, которые постоянно ей звонили, с ней разговаривали А два последних года мы ее не видели на концертах, потому что не было у нас возможности технической просто привезти ее на концерт Ни у кого из наших членов клуба не было такой технической возможности А из этого дома не очень-то отпускали по вечерам вообще на концерт Две данные сошлись, и мы человека два года не видели Но все ее прекрасно помнят Очень красивую, всегда элегантную, как английская королева Она никогда не позволяла себе ходить непокрашенной И в тот день, когда я ее первый раз увидела вдруг без макияжа, я поняла ужас Это был уже конец июля Конец июля, да И вот тогда мне стало действительно страшно Но слава Богу, приехали проститься с ней и ее внуки, которых мы нашли Хорошие ребята Замечательные Не нашла в себе сил приехать с ее дочь Ну что ж, у каждого своя дорога А мы ее очень любили И не только потому, что она писала хорошие стихи А еще и потому, что она, во-первых, была очень веселой Характера была такого, тетчер И в свое время решала такие проблемы, которые не всем из нас могли бы быть подвластны А еще она умела слушать Каждого из нас И вот вчера прозвучала фраза Она нам больше всего о себе рассказывала И не верю Потому что прежде всего она выслушала каждого из вас Только когда нас слушают, мы не всегда это замечаем И говорим, 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 говорим А вот когда человека не стало рядом Это помните, как в той письме Все как будто вчера Только нет его рядом Так что, Валентина Николаевна Бурмакина Этот вечер для вас И для Владимира Трофимова Который родился в сентябре И мы тоже помним о нем все время Человек, который спустя 30 с лишним лет после выхода на пенсию Все это время посвятил литературе Причем занимался этим профессионально А еще взял на себя такую смелость Как стать литературным куратором для всех начинающих птенцов И многие из нас с ним не соглашались Ругались А в конце концов, когда рассматривали эти его пометки На полях карандашом сделаны Со временем приходили к выводу Что вот рациональное это зерно, вот оно Да мы максималисты говорили Что не яд, мы такие просто гении Никто нас может, не может поправить Поэтому, Владимир Трофимов Низкий вам поклон от нас, от наших учеников И еще за то, что вы сохранили клуб Потому что вокруг этого человека Как вокруг большого такого очага Собрались все мы Да и слава Богу Мы начинаем наш концерт И сегодня наш концерт будет проходить так Все, кто на нем присутствует Будут читать стихотворения, выбранные по желанию Стихотворения Валентины Николаевны Бурмакиной Стихотворения Трофимова А потом свое творчество Итак, я предлагаю начать наш концерт С великолепной песни С песни о людях Вся жизнь которых напоминает Течение на плато Песни вы самые прекрасно знаете Можете подпевать Слова и музыка Юрия Лозы Жанр, в котором он работает Называли рок-шансонье Слыхали вы такое? Рок-шансонье Для меня такое сочетание казалось Такое интересное Новое достаточно Итак, мой маленький плод А исполняет у нас дебютантка нашего клуба Александра Беспалова Прошу вас, пожалуйста Аплодисменты нашего клуба Сквозь буря, дождь и грозы Взял только сны и грезы И детскую мечту Я тихо уплыву Лишь в дом проникнет, помнешь Чтоб ритма не заполнить Мир, в котором я живу Мой путь Будет нелегким мой путь Тянет ко дну боль груз Брежних ошибок груз Но мой плод Святый из песен и злоб Всем моим бедам назло Вновь все не так уж плод Я не от тех бегу Кто беды мне пророчит И с ней не проще На дерганую фигу Им не дано понять Что вдруг со мною стало Что вдаль меня позвало Успокоит что в меня Ну и пусть Будет нелегким мой путь Тянет ко дну боль и грусть Брежних ошибок груз Но мой плод Цветы из песен и злоб Всем моим бедам назло Вовсе не так уж плод И дальше путь что гудит Из монотонных будней Я тихо плыву На маленьком плоду Лишь в дом проникнет полночь И новых красок полных Я, быть может, обрету Ну и пусть Будет нелегким мой путь Тянет ко дну боль и грусть Брежних ошибок груз Ну и пусть Но мой плод Цветы из песен и злоб Всем моим бедам назло Вовсе не так уж плод Ну и пусть Будет нелегким Будет нелегким мой путь Тянет ко дну боль и грусть Брежних ошибок груз Мой маленький плод Цветы из песен и злоб Всем моим бедам назло Вовсе не так уж плод Брежних ошибок груз Брежних ошибок груз Брежних ошибок груз А сейчас, в связи с тем, что наши поэты, как всегда, где-то в пробках, я прочитаю вам стихотворение «Кресты», а после меня выйдет на сцену Александр Блатушкин. Договорились? Валентина Николаевна Бурмагина. Стихотворение было напечатано вот в такой книжке, которая единственная была издана у этого поэта. Участие в ее создании принимала я, слава Богу, это первый мой редакторский экземпляр. И был у нас такой интересный издатель Левейкис, о котором мало кто вспоминает, но он был последним директором-редактором в издательстве Клайпеда Ритас. Помните такое издательство? Закончилась советская власть, закончилось издательство, и он благополучно пришел в коммерческую издательскую работу. И он совершенно бескорыстно, любя стихи и рассказы этого человека, сделал свою работу. Технически Дрока заплатила, Валентина Николаевна платила Дроки за листы, за бумагу, за клейку, а все остальное вот ради ее творчества постарались люди, потому что есть что почитать. Итак, кресты. Вовек мужицкая Россия, смерть не задабривала ты. На оседающих могилах простые стаила кресты. Перед божественным престолом предстать нарядно не могла. Печальным деревом крестовым береза белая была. Тебе дана Господня милость. Во всем светлы твои дела. Ты, может, в чем-то провинилась, не слишком праведно жила, а жить иначе не умела, как только в скорби и в поту. Береза белая отпела твою былую мыту. Саша Латушкин, пожалуйста. Добрый вечер. Сначала о Владимире Петровиче Трофиме. Начну с того, что очередной русский литературный альманах в Литве, литературный альманах в Литве 2019, в который вошли стихи, переводы и проза на русском языке более ста авторов из 12 стран мира. И открывает этот сборник слова Владимира Трофимова. Примечательно, что стихи считают музыкой души стихотворца, музыкой, написанной по недоразумению не нотными знаками, а словами, строчками слов из глубин души. Музыка – космос. Стихи – млечный путь в космосе. В этом альманахе я вам прочитаю выдержку из интервью, приведенной Екатериной Гущиной. Владимир Петрович Трофимов родился 9 сентября 1936 года в Гродненской области Белоруссии. Клайпинское мореходное училище окончил в 1955 году. Работал в рыбопроводсловом зудах, морях, трех океанов, исключая индийский, помощником капитана, капитаном промысловых зудов и капитаном-наставником. Учился в Калининградском техническом институте, рабочий старт в 41 год. Первые стихи в переводе Геретовской республики появились в 1963 году. Затем в статьи, очереди, рассказы в 1973 году участвовал в Всесоюзном совещании писателей-маринистов в Ленинграде. В 60-х, 70-х выходил в литературное объединение при редакции городской газеты «Советская клайпеда». Член литературного клуба «Среда» был со дня его основания 29 ноября 1979 года. Руководил которым моряк, журналист, писатель Эдмунда Светскус, член-корреспондент Европейской академии искусств и литературы. Ну, не буду много здесь чего читать. Три сборника стихов он выпустил, член МАП. В 2010 году Московская писательская организация «Союз писателей России» награждена золотой медалью за верное служение отечественной литературе. И здесь вот, что касается из этого интервью нашего клуба «Среда». Спрашивают у него, расскажите об истории создания литературного клуба «Среда». Первоначально пишущие стихи, прозванные русском языке, собирались под флагом городской газеты «Советская клайпеда». Теперь клайпеда. Руководил неофициальным объединением заместитель редактора Василий Лукич Барановский. Журналист, прозаик с поэтическим предприятием ближайшего мира. В будущем Василий Лукич перейдет в состав редколлегии, выходящего на русском толстого литературного журнала «Вильнюс» и напишет немало книг о русских в Литве в довоенное и военное время. Интересная деталь. В частности заявивших о себе, о поэтах и прозаиках оказались преимущественно морякирово-формыслового флота. Ясно. Романтика мореплавания – благодатная почва для пробы пера. В составе стихиатурцев были и моряки-литовцы. Плодотворными и заметными на небосклоне клайпеды стали Йонас Кантовутас и Витавутас Брянчус, оба автора, издавшие более, чем по 10 стихиатурных книг. Срезвычайно показательно, что В. Брянчус – один из двоих клайпедских поэтов, закончивший литературный институт имени Горького в Москве. Второй – Анатолий Привалов, тоже выпускник литературного института. В 60-х, 70-х часто организовывали литературные чтения в школьных, студенческих и производственных коллективах. Выступали русские и литовские поэты в перемешку, не претендуя на первенство и не оставаясь в проигрыше. Всех слушателей принимали одинаково хорошо. У людей, особенно у молодежи, сохранялась тяга к прекрасному. Где-то в 70-х в ведомственной газете «Рыбак Литвы» нарисовался новый журналист Эдмунд Осветскус, сам писавший достойные стихи по-русски. Кое-кого это напрягало, кому-то казалось странным, но не любительным и ценителем настоящей поэзии. Эдмундес выглядел достойным стихотворцем и критиком стихотворчества и по высокому уровню писательского мастерства и по внешнему виду. Одним словом, глыба. Естественно, все мы сплотились вокруг новой поэтической величины. Первым руководителем среды безоговорочно избрали Венскуса. Ряд наших поэтов включили совместность с калининградскими поэтами сборных стихов «Добрый день! Лаба Дена!» Постоянно печатались гороскопы в Великанской периодике. В газете нашего города регулярно выходили театрные страницы капли янтаря. В начале 90-х по причинам от нас независимых, видимая наша деятельность примерно до десятилетия заглохла. Вознавнилась она в самом конце 20-го века, объединив усилия пишущих на русском языке общественную писательскую организацию, не стремящуюся к прибыли, официально зарегистрировали в своем управлении Клайпиды, Клайпидский литературный групп «Среда» Аплинка. Истасковавшись по публикациям на страницах прессы, приступили наверстывать упущенное. Возобновились выпуски страниц капли янтаря. Литература, будучи частью культуры общества, синоним красоты, которой предстоит спасить мир на планете, «Возрождать духовные ценности народа». И закончу небольшим стихотворением Трофимова, проведенного в этом же Альманахе «Осенняя элегия». Утих, исчез, крикливый чибис, Срикоды здесь перевелись, Досрочно эльфы испарились, Природы духи вознеслись, Опали сети паутины на охру нежную травы, И клин небесный, лебединый, Строка из временной главы, Как небыль прежний день горячий, Сомнамбулическая стынь, Восходы солнца полузрячие, И шепот вечности. Аминь. Отправляя это стихотворение в Альманах, Трофимов написал, Подборка стихов необязательно для печати, Даю показать, что за душой. Извините. Теперь перейду к Валентине Бурмакиной. Стихотворение мое «Повороты судьбы». Оно посвящено Валентине Бурмакиной По прочтению одноименной книги, Которую демонстрировал наш президент. Сколько в жизни рассветов, закатов, Было чудных, совпавших с душой, Пусть небесный сочтет калькулятор, Мы и тожим, что жить хорошо. Пусть сегодня не очень охотно Формируется в зеркале лезть, Все в полете вокруг, мимолетно. Есть резон на дорожку присесть. Жизнь прошла, но остался чуточек, Тот чуточек у каждого свой. Пусть соломинка даст нам разочек Покалякать при встрече с тобой. Пусть готовят в дороге сюрпризы, Повороты строптивой судьбы, Жизнь прожить, не собраться в круизы, Нам присесть перед вечностью бы. Это стихотворение было посвятено Бурмакиной В момент, когда ей исполнилось совсем недавно 85 лет, Когда мы ей желали здоровья и хороших дней. Немножко из ее стихов. Поставь свечу за упокой разлук, Мы не расстанемся в грядущем, Разлука временный недуг, Любовь излечит наши души, Поставь свечу за здравие любви, И за тебя, я за тебя свечу, Поставлю в храме, Что есть и будет в этой жизни с нами, Ты самым светлым словом назови. Ты боишься прожитых лет, Поделись со мной, чем богат. Опоздала я в твой рассвет, Пригласи меня в свой закат. Встречи могут иметь продолжение, Чаще встречи имеют конец, Только есть, как земли притяжение, Притяжение близких сердец. И как бы подвести вот это воспоминание Отропимове и Бурмакиной, Я прочитаю небольшое свойстворение, Разве жить смысла нет? Разве жить смысла нет? Осень теплая нынче, Чудным каждый рассвет Мог быть рядом с мечтой, Но осколок мечты В небо крестиком звенчен, Успокой душу ты Свечкой за упокой. Каждый в мире своем Очарованный странник, Свои песни поем, То свиясь, то грустя, Шепчет поле во ржи И хранит коноплянник Твою мысль не во лжи У святого огня. Участь в судьбах людей, Взгляд наивный, но честный, С детских лет до сих дней, Обаяние клад, Мудрость, чара берег, Резонансом чудесным, Полюбить жив успев, Завершили расклад, Где на свете все, Где на все есть ответ, Пусть не сразу, не нынче, Мог быть чудным рассвет, Рядом с щель-то мечтой, Результат той мечты В небо крестиком звенчен, Свечешь здравию ты, Свечкой за упокой. И последнее мое просто Полуфилософское. Под осенней с холодком рассвет, Солнце привыкает быть желанным, Уж былой навязчивости нет От потоков жарких и саванны, Все течет, меняется, Увы, в мире философских многоточий, И любовь, мутившая умы, В нежной ласке Раствориться хочет. Время летчик, что ему парсек, Множит лет прочитанные книжки, Время расторопный дровосек, Запасает на зиму дровишки, Нам запас душевного тепла, Даст любви пожизненный реактор. Осень бабье лето увела паутинка, Очень веский фактор, Колобродит поздняя любовь, В омовенье утренних туманов, Не томись, душа, Ни многословь, Сколько было чувственных обманов, Может быть, крыла последний взмах, Поздняя любовь, Рядим гадая, Может быть, и первой, Но в годах, Так зачем нужна любовь иная? Пусть былой навязчивости нет, Будем греть и чистывать друг друга, Повстречав с прохладою рассвет, Солнце и любовь не сходят с круга. А следующего человека надо объявлять? Людмила Филипповна Третьякова-Гагалинская. Две фамилии иногда спрашивают, почему? Так автор сам сейчас расскажет. Пожалуйста. Конечно, сразу. А тут нормально? Добрый вечер всем. Спасибо. Спасибо. Очень приятно, Что мы тут и тепло, и на воздухе, И маски не всем надо. Сегодня у нас день воспоминаний О наших ушедших поэтах. Поэтому я хочу начать с того, Что смерть, она предстоит всему. Она закон, а не кара. Потом я расскажу стихотворение, Которое я написала очень давно. А сейчас я Владимира Трофимова Прочитаю стихотворение. Ночь на двоих. Софир и звезд, Ольков земной, С небес просыпались маниста. Такая ночь, И ты со мной, На веки вечные и пресно. Такое небо на двоих, Но впредь не будет неба выше. Дары редки, Как добрый стих. Тогда заломом едет крыша. Одна планета на двоих, Качели плыли до рассвета, В полетах звездно-неземных, В потоках солнечного света. И Валентина Бурмакина. «Царство небесное» Вчера проводили «Последний путь». Веселое такое стихотворение, Хорошее, Утренняя пробежка называется. На тропе весенней талой, Я от старости бегу. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ну, что-то вроде бы и свое, Что-то надо рассказать, да? Душа человека привязана к птице, День смерти своей, В то окно постучится, Где раньше жила, Где всех нежно любила, И в это окно постучат ее крылья, Потом стрепенется, И сбросит оковы, Мирские заботы, Грехов миллионы, Заплачет о тех, Кто остался, На времени нет и нельзя оставаться, Спрессовано время в единое мгновение, К Творцу приближаясь, Услышит моление, Давидов Псалтырь, По душе панихиду, И Господа голос, Ко мне приходите. И в память О наших поэтах, Стихотворение, Которое еще в прошлом году написала, Наверное, уже я вам его и рассказывала, Это последние минуты Жизни поэта. Последний миг Симфонию ночи Я слушаю, как рьется Свет нетленный, По капельке уходит Жизнь из тела, Вначале музыкой звучит Ильбенин, Потом все Тише отдают клетки звучания, Нистовый прорвется свист Или рыдание, То плачет сердце, И скольпит душа, И где-то свет, Вздох вселенной притаился, Нет, свет мгновенно не ушел, Он долго над землей кружился, Запоминая дорогих, Родных и близких, Прощался с ними на века, И, поднимаясь к облакам, В глубинах мироздания скрылся, Там свет божественной любви Прольет всю нежность, И луч посланника земли Проводит вечность. Ночи мелодия лилась, Звучало тело, Струился, Пел, И плакал свет, Сияло небо. Спасибо. Владимир Трофимов, Одна из его книг Называлась вот таким вот образом Девятый вал. У него три таких сборника есть, Девятый вал, Причалы судьбы, И мои феврали, Третья книга в руках. У Лилии Поляшина. Я хочу вам прочитать Небольшое стихотворение, Я немножко меняю программу по ходу, да? Хочется побольше, Чтобы они прозвучали, Но как получится. Небольшое. Называется так, Владимир Трофимов, «Карамысло». С утра до вечера хлопочем, Почти уверены, Живем. Невнятно перед сном бормочем, Во сне бормочем о своем. Подъем подарит свежесть мысли, Зарей отпущены грехи, Качаются на коромысли, Ложась на чистый лист стихи. А сейчас я приглашаю Лилию к урешению. Прошу вас. Добрый вечер всем. Начну со стихотворения Владимира Трофимова. «Судьба». Любовь дана Любимым чадом Любвеобильного творца, Чтоб дева с мужем Жили рядом В любви и мире до конца. Легко сказать, Живеоплодитесь, Без страсти будет ли приплод, Монах, послушник, Но не витись, Любви достойны недород. Людские страсти Тянут в омут, А испытаний короба В сетях соблазнов Грешных онных Плывут во встречных эшелонах Туда, Куда ведет судьба. Валентина Бурмакина Ночь Лунный свет в окно струится, Тает вдалеке, Милая моя синица, Что тебе сегодня снится, Как тебе сегодня спится На моей руке? Я тебя не потревожу, И руки не отниму, Эта ночь всего дороже Стала сердцу моему. Лунный свет в окно струится, Тает вдалеке, Не буди мою синицу, Не спеши на день смениться, Ночь, подаренная мне. Еще одно ее стихотворение Без названия. Отзвучали бабушкины сказки На заре, Осыпались листвой, Всем нам, людям, Не хватает ласки, Не хватает нежности простой, Прячем у других следы недуга, Словно не случилось ничего. Всем нам, людям, Не хватает друга И плеча надежного его. Как найти у ближнего участие, Если сам давал ему отбой? Всем нам, людям, Не хватает счастья. Кто же даст его, Да мы с тобой? Прочту свое какое-то. Сила слова Сначала помним было слово, За словом дело, Так всегда, С утра до вечера Снова течет словесная река, А сколько в жизни слова весит, Оно по власти создавать, По свету смело куролесит, Колу летит, Уж не догнать. Ах, слов живительные речи, Они заставить могут ждать, Любви словесные кортечи Способны даже воскрешать. Жестоким словом Можно ранить, Как нож смертельно поразить. И неразумно хулиганить, И подбодрить, И огорчить. Оно и мучит до могилы, Ведя дорогу и мытарств, А в нем и луч волшебной силы, В любви цене всех лекарств. О, слово, слово, Слово миру, Чтоб вдохновлять и сотворять, Ему могучему под силу Надежду дать, С колен поднять. Оно и лечит, и калечит, Его во благо применяй, И облегчая кармы плечи, Словесной мудростью лаяй. Слов не транжильты понапрасну, Молчанье золото, Внимай, И выражаясь чисто, Ясно, Любовью слово создавай. А сейчас я попрошу на сцену Юрия Никифорова. Прошу вас. Привет! Аликум басалам. Привет. Аликум басалам. Так. Почти вступление в пряблы. Не скрою. Точно, да? Не скрою. Что сейчас лаген в меру, да вот хотя бы для премьера, рукоплескать не разрешил, зря прерывать. Анонс непрочен. Короток для показа срок. Вместо стихов ненужный прочерк. Не гнать рекламу, да порог. Хочу рвать побольше времени. В Покаде, как контрабандист, до предевременной истерики. Аплодисменты ранний свист. Подам сигнал для благодарности. Следите, есть ли взмах рукой моей не всем понятной странности. «Кто хочет, тот прерывает в покое». А что мешает снова нам начать? Что корчиць отгорела с пеплом в осень. Любви костер сумеет воспылать. Нам нужно лишь сухих травишек брочить. И прошлое снова с чистого листа. Все радости нас повторить попросят. Зима была прекрасна и чиста. Весна пришла. «Давай забудем осень. Забудем желто-красную метель. Осенний ветер спутал все дороги. Отлепли мы. Блуждали в темноте. Квартала вдруг в пути сбивали ноги. В костер подбручим бурых листьев цвет. Огонь дымит мед. Докружит их по кругу. Горит свечой довянувший букет. На алтаре стремления друг к другу. Так, соблюдаем тесно. О, не хлопать. На вот. Я угощу вас коньяком и миддл кофе. Надеюсь, вы не за рулем. В другом быть проще. Как указал? По супер честь. Без церемонии. Немного выпечки, но есть лимона проще. В рюмке коньяк. На треть одна. Букет согрейте. В нем прелесть питья видна. По малу пейте. Вдохнув букета аромат. Чуть захмелей. Без слов ему я. Без пера. На строчем вирусу. На такие. Пойду. А вот. Щата. Очень длинная. Длинная. Был. Пусть потерпел. Был. Более. Благодарный. И заживый. Недолго баб ей повыла. Сметала листья тропливо. Слыхорадьев вновь цвела. Сбрела урожай подпешно. В борты сложила корнеплод. В своих красотах повсеместно. Ребила ветром заводь вод. Птиц собирала караваны. Грибы растила по лесам. Пьянила запахом дурмана. Дождями мыла небеса. Сбрала ягоду в корзины. Чернила палец из жадных рук. Краснела гроздьями рябины. Кружила полчищему мух. Отплакав поутру растрою. К ночи бывала холодна. Своей немеркнущей красою. Была прелестно, как видна. На этот раз была дождлива. И бавним летом коротка. Спичива. Спичива. В сальной погоде нет. Не та, не то, что прошлое. Скочила у ив прибрежных пышный скот. Грязь на дорогах замесила. Ну, для чего? Вот в чем вопрос. Ответ. Растрою причастилась. Встречаю утром холода. И со следой дождей проделать. Теперь-то встретимся. Когда? Когда на дороге вы меня выгорят еще. Что? Что? Это я езжу в то время под Выборг. Там есть красная долина. Что? Это большой буквы. Грибов, ягоды, рыбы. Коллега. Грибы у озера глухое не собирались в этот раз. Но лесу и не было покоя от жадных грибейковых глаз. Как кабаны. Разворощили багряных листьев жаркий плед. Жаркий плед. Мяли траву. Из локрушили цветущих мухоморов след. Но мог седой. Грибов примета. Ничем порадовать не мог. А хмель от гаснущего лета Устрался в осень на порог. Но гремляки неутомимы. И завтра снова поутру Придут с корзинками пустыми Топтать лесную кошельку. Так. Значит, все так. Ой. Дай мое любимое стихотворение. И читал за мной. Вот тысячу раз. Еще раз прочту. Отшлепал в лужи тротуара. Спеша навстречу. Весь промок. Не ожидал в конце квартала Увидеть на дверях замок. Очень жаль. Кафе закрыто. На долгом утренний ремонт. Я у разбитого корыта. И дождь кропит мой старый зонт. Зря торопил желание видеть. Тебя где столик окна. Лимон отжать на нежность в виде. Налив коньяк на третий дня. Одна. Прогреть пузатенькую юмку. Вдохнуть дурмянищий букет. Под шелестящих капель скука. Побыть с тобою. Тет. А тет. Но безбылись мои надежды. Свидание места не сменить. Где ты грустишь. О встречах. Прежних. Дождь. Без ответа. Моросит. В спешке собирался. Не хлопай. Это оказывается второе. А первое. Я хотел первое прочесть. А первое. Первое я не взял. Саратов. Прямо с жопа. Потому что то первое самое. А это не очень. Заблудиться, как ветер повеса. Мотыльком, вхваченным на лету. В паутинках развешенных лесом. На чентябрьскую листву. И бродить, словно ветер повеса. Сочный ракурс. Питая в себя. Заплутать в паутинках леса. Уходящего с сентября. Любоваться окладом. Багрианом. Подолотой оттеней листвы. Надышаться пряным дурманом. Грибов хранящихся. Под кусты. Губы красить помадой. Ягодой. Отмахиваясь. От комарья. И креститься на лет. Как на пагоду. Уходящего сентября. Уходить или рано. Уходить или рано. Глухонемой. Так. Любовь не воскреси. О. Масует дождь. На аромате кофе. В твоём кафе. Любимом. На церской. За стойкой бара. Бармен. Крепкий. Профи. Смешал коньяк. Напополам с тоской. Кураты томные. Часто старинных. Размеренный порядок. Как всегда. Воспоминания любви. Безвинной. Оттогнутой. В завнешние. Года. И в полумраке. Под трудинку. Терзает слух. Певица. Хочет петь. А ты. Рассеянно. В бокал. Вбращаешь. Льдинку. Держа в ладонях. Надо обогреть. Куранты бьют. И на пороге он. Твой друг. Отвергнутый. Любви. Давнишней. Изрядно потуткневший. Махаон. Из той любви. Где был он. Третий лишний. Тосклив рог. Предсказан. Гороскопом. Любовь не воскресить. И нет. Пути назад. Букет. Увел. Увел. Коньячный. Кофе. Допит. Возврат в прошлое. Любой из вас. Не рад. Нет. Слышь. У меня еще много. Но я наверное ходил. А то я вот читаю. Но. Вот почитаю. Вот почитаю. О. Надоел. Да? Правильно. Ух. Пошел, Марьяна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я прошу сейчас на сцену. Щас чего прочти. Щас чего прочти. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А где? Вот она. Вот она дорогая. Хорошо. Я пониже опускаю вот так. Добрый вечер, я тоже почитаю стихи Валентины Бурбакиной. Отойдя на версту или на год, от себя самого отойди, Оглядев себя пристальным взглядом, Как чужого с пристрастием суди, Чтобы времени шапки исходней, Отскрипев за ступенью ступень, Рассказали, что значишь сегодня, И годишься ли в завтрашний день. Вот такие замечательные слова. А теперь Владимира Петровича Трофимова. Называется «Осенний тост». Согласно закону учтивой природы, Осенние ритмы диктует сентябрь. Этюд красоты по велению года Узорно блестит в паутинных сетях. На фоне зеленого грудь серебины Краснеют запасом еды снегиря, Чтоб зимняя стужа не стала бы с плином, Спасаем природы в придуманный храм. В лесу за окном Раззадорилась осень, Поэту фуршет, разговор за столом. Из множества тостов Урезанных прозит, Кого мы еще не пришедшего ждем? На лицах девчонок Исчезли веснушки, Созрели за лето плодов семена. Подайте бокалы, Механик Блытушкин, Флетист Слополинский, Налейте вина! Ну еще можно штурман Тремайлов, скажите нам тост. Ну а сейчас я прочитаю свою мазлободневную тему про вирус коронии, который мучает нас всех. Воседая на троне, Вирус в короне, Злобно сощурил глаза, В ухмылке губы Цедит сквозь зубы, Попляшете вы у меня, Всем рот заткнул маской, Жить по подсказкам Тех правил, что ввел карантин. Лишаю вас права ходить, где попало, Маршрут должен быть лишь один. Людей мы не лечим, Людей мы калечим, Оставив один на один. С болезнями хворых, Кому нужна помощь, Здравпункты закрыл карантин. Друзей избегаем, Родных не встречаем, Нельзя навещать мать отца. Дистанции держим, И как мы поддержим тех, кому помощь нужна. Кому-то по нраву, Всем точно по плану держать людей в жесткой узде. Все исполнять точно, Без всяких отстрочек, По правилам новым везде. А если возможно, По нраву придется, Все это тем, кто замутил, То жить в карантине придется отныне, Пока не лишимся мы сил. Сейчас предлагаю всем вместе послушать еще одну песню И подпеть, если есть желание, Потому что песня тоже очень знакома. Опять же, вызывай на сцену нашего дебютанта Александра Беспалова, Слова и музыка Юрия Шевчука Из ансамбля ДДТ Что такое осень? Прошу. Что такое осень? Это небо, Плачу. Плачущее небо под ногами, В лужах разлетаются птицы с облаками, Осень я давно с тобою не был. В лужах разлетаются птицы с облаками, Осень я давно с тобою не был. Осень в небе жгут корабли, Осень в небе прочь от земли, Там, где в море тонет печаль, Осень и темная дам. Что такое осень? Это камни, Верность над чернеющей рекою, Осень вновь напомнила Душе о самом главном, Осень я опять шон покоя. Осень в небе жгут корабли, Осень в небе прочь от земли, Там, где в море тонет печаль, Осень и темная дам. Что такое осень? Это ветер, Вновь играет рваными цепями, Осень и доползем ли, Да летим ли до ответа, Осень и что же будет завтра с нами. Осень и доползем ли, Да летим ли до рассвета, Осень и что же будет завтра с нами. Осень в небе жгут корабли, Осень мне бы прочь от земли, Там, где в море тонет печаль, Осень и темная дам. Что такое осень это небо, Плачущее небо под ногами, В лужах разлетаются птицы с облаками, Осень и я давно с тобою не был. В лужах разлетаются птицы с облаками, Осень и я давно с тобою не был. Осень в небе жгут корабли, Осень мне бы прочь от земли, Там, где в море тонет печаль, Осень и я давно с тобою не был. Остальщика, Любой-блазой страницы с облаками, Осень и твой зон. Осень и я не был.